Далее коротко о некоторых других событиях. На днях в городе стартовал прием заявлений от кандидатов на пост городоначальника. И в отличие от предыдущих несостоявшихся выборов, спустя всего три дня в комиссию уже поступило несколько заявок. Имена претендентов не разглашаются, хотя есть информация, что представленные люди уже боролись за кресло мэра в этом году. Напомню, учитывая не самый удачный опыт первого конкурса, в ходе которого главу города выбрать не удалось, депутаты Кунгурской городской думы внесли ряд поправок, благодаря которым выборы должны пройти до конца следующего месяца. И если представителям Кунгурской и краевой власти все же удастся выбрать достойного кандидата, имя нового главы горожане узнают под Новый год. Накануне в пригороде Кунгура женщину сбил автомобиль. По сообщению группы СВИП Кунгур, вчера около 20 часов в селе Плеханово на бешеходном переходе была сбита женщина-пенсионер. Пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. В последствии от полученных травм она скончалась. В Кунгуре во время рейда опасный водитель было поймано. Пять водителей, которые сели за руль подвыпившие. У трех автолюбителей алкотестер показал промилле, другие два отказались проходить проверку, что ни в коем случае не освобождает их от ответственности. Напомним, ответственность за езду в нетрезвом виде подразумевает лишение водительского удостоверения и денежный штраф от 30 тысяч рублей, а также другие виды наказания. Кунгур ТВ теперь и в Одноклассниках. На странице этой социальной сети пользователи также могут увидеть выпуски наших новостей. Если не успел к началу передачи по телевизору или вдруг находишься в другом городе или даже в стране, можно всегда быть в курсе городских событий. Поэтому присоединяйтесь. Страница Кунгур ТВ в Одноклассниках открыта для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова